Мясошкурковые кролики представляют интерес для фермерских и домашних хозяйств. Кроме деликатесного мяса, они интересны качественной шкуркой. Одна из универсальных пород – это советская шиншилла. Она отличается устойчивостью к различным условиям среды. Порода сформировалась в 1963 году с закрепленными признаками. Это густой мех, скороспелость, приспособленность климатическим условиям, большая масса. Советские шиншиллы имеют серебристо-голубой окрас и высококачественный, равномерный и густой мех. Средний вес – 5 килограммов. Выход мяса достигает 63%. Советские шиншиллы неприхотливы в уходе. Порода нуждается в чистоте, обеспечиваемой регулярной уборкой и чистой подстилкой, сбалансированном питании, доступе к воде, защите от прямых солнечных лучей летом, от мороза и сквозняков зимой. В холодное время возможно наружное содержание, но питательность рациона должна повыситься на 15%. На частных подворьях кроликов содержат в клетках, на фермах – в шедах. Для откорма породы можно комбинировать комбикорма и злаки, различные травы, овощи, сено и солому, ветки, отходы овощеводства, остатки кухни. Применяются также животные корма, витаминные и минеральные добавки. Кроме этого, широко используются мешинки. Важно соблюдать калорийность и баланс питательности. Для разведения породы следует покупать одного кролика и от 4 до 9 крольчих от пары различных линий, чтобы не допускать близкородственных скрещиваний и бракопотомства. Кролики созревают к 6-7 месяцев. Крольчихи плодовиты и приносят 8 жизнеспособных крольчат. При интенсивном покрытии можно получать 40 крольчат в год от одной самки. Советские шиншеллы живут до 10 лет и обеспечивают хозяев красивым мехом и диетическим мясом. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.